Имеет бесконечно много решений в натуральных числах. Другая задача. Задача кванта 960-я задача. Если квадрат представим в виде разности группов последовательных натуральных чисел, то в таком случае существует такое целое число y, что n это y квадрат плюс y плюс 1 квадрат. И еще один пункт. Если берешь x плюс 1 в кубе и вычитаешь из этого x минус 1 в кубе, то есть числа, отличающиеся на 2, то это не бывает квадратом целого числа. Скороем слух? Так? Да, да, да. И слух сокращается. Ну, одну треть мог бы и не писать, на самом деле. Ей бы за скобкой в виде единицы было бы намного приятнее. Это как раз не самое... Их плюс 1? Конечно. Но вот если ты сообразишь, сколько будет минус 3 четвертых плюс 1, будет совсем хорошо. У нас задача об уравнениях в целых числах. Значит, что необходимо сделать, чтобы превратить это к стандартному виду? Чтобы там никаких дробей не было. Да, можно же на 4 обе части, конечно. Как, собственно, всегда делают, когда возникают такие дроби. 4у квадраты это... И что же у нас теперь получилось? Какое уравнение? Какой-то квадрат четного числа минус утроенный квадрат нечетного числа. Это должна быть единица. Напиши, пожалуйста, 2у в скобках в квадрате минус 3 умножить на 2х плюс 1 в квадрате равняется единице. То есть нас интересует уравнение Пелля, но не просто уравнение Пелля, а вот с таким забавным условием. Не просто число в квадрате, а 2у. И там не просто, а 2х плюс 1. Значит, что мы должны сделать? Рассмотреть общее уравнение Пелля, посмотреть, какие у него там решения, и выделить из решений такие. Пишем, а квадрат минус 3b квадрат равняется единице. И соображаем, какое у него самое маленькое решение? 2. Конечно, пишем, а равно 2, запятая b равно единице. И теперь вопрос, какая там формула, которая из одного решения делает другое. Да не надо наизусть, Коль, надо просто ее вывести. Вот ведь целая чистая доска есть, давай напишем. Пусть мы знаем, что а квадрат минус 3b квадрат равно единице. Нужно придумать какое-то другое решение. Как это делается? Чтобы получить формулу перехода. Ну, можно, конечно, что называется, смотреть для маленьких чисел и пытаться угадать ее. А вот есть какой-то стандартный. Чтобы получить формулу, которая из одного решения делает другое. Что делают? Значит, задача. У нас есть одно решение. 2 в квадрате минус 3 умножить на 1 в квадрате равно единице. А просят доказать, что решений бесконечно много. Для этого нужен какой-то процесс, который из одного решения будет делать другое. Есть кто-нибудь, кто в школе учился, кто знает, что положено делать, когда есть у нас такая формула? А? Надо представить эти разности. Ура! Молодец! Надо написать формулу для разности квадратов. А минус 3b умножить на а плюс 3b. Вот так не получится. А минус 3b умножить на а плюс 3b. Это будет а минус 9b квадрат. А как надо? Конечно. А минус b корней из 3. Вот так уже будет правильно. Так, это правда. И теперь вспомнить, что у нас есть вот то решение 2, 1. Это что значит? Пиши. 2 минус корень из 3. Умножить на. Да. Перемножить. Да, конечно. Теперь надо просто по члену перемножать. Да, да, да. Это перемножил, взяв первые скобки из каждой строчки. И теперь умножить на, и то же самое, только взяв уже вторые скобки. Он умеет умножать скобку на скобку. Было выражение а минус b корней из 3 и 2 минус корень из 3. Он их перемножил. Когда есть две скобки, по принципу, каждая на каждая. Когда умножил а на 2, получил 2а. Когда минус b корней из 3 умножил на минус корень из 3, получил плюс 3b. Ну и так далее. Так. И все это равно единице, правда? Потому что один раз да один, один. 2а плюс 3b в квадрате минус 3 умножить на что? Вот. Ребята, вот это абсолютный ужас. Нужно, чтобы возводимое в квадрат число было бы четным, а то, где вот минус 3 квадрата, там было бы нечетное. А у нас получилось не так. У нас после второго шага будет... Значит, нужно написать этот самый второй шаг. Пиши, продолжай. Равно. Нет, прямо здесь. Равно. И теперь сможешь устно сделать второй шаг? Вот смотри, что ты сейчас должен сделать. Ты должен первую скобку, то, что там внутри, умножить на 2 и прибавить 3 внутренности второй скобки. Справишься? 7а, это дважды 2 плюс 3. Справился. И теперь... Так. Потому что это умножается на 2, получается 6. Да. А это на 3, получается тоже 6. Отлично. В квадрате. Минус 3. Так, и теперь надо опять... Значит, первую скобку надо... Сложить второй. С удвоенной второй. С удвоенной второй. Будет 4а. Да. В количестве семишных. Да. Так, ну, кстати, давайте проверим. Если будешь раскрывать, значит, возводить в квадрат, то будет 49а квадрат минус 3 умножить на 16а квадрат. Это как раз а квадрат, правильно? Или 144b квадрат минус 3 умножить на 49. А 3 на 49, это вообще-то 147. 144 минус 147, это как раз минус 3. И удвоенные произведения, но это совсем видно. 7 умножить на 2 умножить на 12. А там 7 умножить на 2 умножить на 3 на 4. То же самое. Отлично. Ну, вообще все. Здесь уже в первой скобке четное число, если а было четным. А во второй скобке нечетное число, если b было нечетным. Просили доказать, что у уравнения бесконечно много решений, но вот у нас есть формула, которая из одного решения делает следующее. Это? Да. Из пары А-Б получается новая пара. 7а плюс 12b и 4а плюс 7b. Все? Очень не советую, кстати, вот так вот запоминать, ребят. Почему? Потому что должно правильно запоминаться. Формула запоминается так. А плюс b в квадрате. Это а в квадрате плюс 2а в квадрате. x плюс 1 в кубе. Это x в кубе плюс 3x в квадрате плюс 3x в квадрате плюс 3x в квадрате. Потому что надо запоминать по уголовной степени. Ну, это просто последовательность. Что всегда? Я просто по уголовной степени вначале по первому, по второму, а потом уже тоже. Почему? А как вы будете писать, скажем, пятую степень? А я не знаю, как в степени. А вот поэтому и не знаете. Потому что если вы правильно писали квадрат и куб, то вы бы сразу знали и пятую. Что такое x плюс 1 в пятых? Это надо написать скобки x плюс 11, плюс 11, плюс 11, плюс 11, плюс 11, плюс 15, и перемножать. Можно как? Можно либо из всех взять по x, это будет x в пятый, либо из четырех скобок взять x из одной единицы, это будет 5x в четвертый, либо из трех скобок взять x из двух единиц, это будет число сочетание из пяти по три, то есть 10. 10x в квадрате. Понятаете? Потом пойдет 5x, и потом пойдет один. И так для любой степени. А ваша попытка запомнить специальную одну формулу, выбивая ее из общей системы, приводит к тому, что вы в результате не помните общую систему. Ну ладно, в любом случае, x в квадрате действительно уничтожилось, и получилось 3x в квадрате плюс 3x плюс 1. Вот. Теперь вопрос, что делать дальше? Выражать на 4, когда у вас есть, вообще на второй степени, с нечетным рефициентом, очень всегда полезно. Тогда у нас будет так. 4n в квадрате, это 12x в квадрате плюс 12x плюс 4. Согласны? Значит, если единичку перенести сюда, то получится так. 2n минус 1 умножить на 2n плюс 1. Это 12x в квадрате плюс 12x плюс 3. Согласны? То есть, это 3 умножить на 2x плюс 1 в квадрате. Что у нас теперь есть? В левой части произведение двух взаимно простых чисел. Давайте объясню, почему они взаимно простые. Потому что они отличаются на двойку и нечетные. То есть, если бы у них был общий делитель, то он должен был равняться двойке. Но они нечетные, поэтому двоих не бывает. Значит, в левой части взаимно простые чиселы. В правой части квадрат по условию задачи n нечетное число. Это значит, что на самом деле вот это вот произведение выглядит одним из двух возможных способов. Либо у нас вот этот квадрат, а вот это утроенный квадрат. Либо наоборот, это утроенный квадрат, это квадрат. Заметьте, пожалуйста, это все-таки всего два варианта, поэтому вполне можно это написать. 2n-1 и 2n-1 это или 3t квадрат, а здесь s квадрат. Или второй вариант. 2n-1 это t в квадрате, а 2n плюс 1 это s в квадрате. Хорошо, давайте теперь посмотрим, правда ли, что оба эти варианта реализуемы. Посмотрите, если вычесть из верхней строки нижнюю, то получится так. Минус 2 это есть 3t квадрат минус s квадрат. А здесь получится минус 2 это t квадрат минус 3s квадрат. Так, и что же это означает? А вот этого не бывает. Этого не бывает, потому что это равенство можно записать в таком виде. s в квадрате это 3t в квадрате плюс 2. Остаток 2 при делении на 3 квадрат давать не может. При делении на 3 квадрат числа дает остатки либо 0, либо 1. Значит, этот вариант невозможен. Теперь смотрим второй вариант. Значит, у нас вот такая ситуация. У нас такая ситуация. И значит, мы можем посмотреть вверх. Значит, у нас 2n это t в квадрате плюс 1. Теперь, наверное, надо понимать, что если 2n четное число, то значит, t нечетное. И значит, вместо t надо написать 2y плюс 1. Так. 2y плюс 1. И значит, у нас получается равенство. А вообще бывает такое или нет? Такие пары s и t бывают или нет? Ну, для этого надо понять, вот такое уравнение Пеллер имеет решение или не имеет. Ну, вообще-то имеет. Если t равно единице, а s равняется единице, 1 минус 3 минус 2, значит, одно решение есть. А уравнение Пеллер всегда замечательное, то есть, если есть одно решение, значит, есть бесконечно много. Мы там умеем их размножать. Спасибо.